Большое спасибо за представление и за такую честь начать этот вебинар с этого доклада. Сегодня мы поговорим о биопсии сигнальных лимфатических узлов у больных с ранним раком молочной железы с позиции именно патоморфолога. Начну я с того, что этот метод он совершенно не новый, ему уже более ста лет и впервые его применил к практике Льюис Вилсон в 1905 году в Рочестере, Миннесота. Я думаю, что актуальность методики тоже вам известна, что БСЛУ – это проверенная общепризненная процедура для оценки состояния подмышечных лимфатических узлов пациентов с карциномой молочной железы. И, естественно, негативный статус сигнального лимфатического угла позволяет деэскалировать хирургическое лечение и избавляет пациента от риска и болезненности подмышечной лимфодисекции и связанных с ним осложнений, таких как невропатия и олимфиодема. И также биопсия сигнального лимфоузла помогает получить важную для прогноза и тактики лечения информацию в течение непосредственно самой операции. В нашем центре большой опыт исследования сигнальных лимфатических узлов. За 2021 год было проведено 512 срочных исследований у пациентов с диагнозом рака молочной железы. Почти все из них были биопсиями сигнальных лимфоузлов. И больше половины этих биопсий проходило у пациентов именно с ранним раком молочной железы. Немного расскажу о методике изготовления самих препаратов, так называемых frozen section, и о времени, которое занимает эта процедура. Первым делом после доставки материала в лабораторию нам необходимо выделить из жировой клетчатки, которые нам доставили, непосредственно лимфатические узлы, чтобы минимизировать количество жира вокруг них и облегчить микротомию последующую. Но это занимает порядка около 30 секунд, может быть быстрее. Следующий этап это непосредственно заморозка лимфоузлов в криостате или в криотоме при температуре около 40-50 градусов по Цельсию. Соответственно в криостате это происходит немного быстрее и занимает около 2 минут. И в криотоме подольше, порядка 7-10 минут. Следующим этапом является микротомия замороженного фрагмента, то есть непосредственно изготовление препарата. И тут в зависимости от количества лимфатических узлов, которые были нам доставлены, время также может достигать от 2 до 10 минут. Потом происходит окраска с помощью гемотоксилина и азина, непосредственно для того, чтобы визуализировать ткань лимфоузла. Она занимает около 3 минут. Ну и последующий самый важный этап это оценка готового препарата врачом-патолого-анатомом. И опять же в зависимости от сложности препарата и их количество тоже может занимать около 10 минут. Итого срочное исследование биопсии сигнального лимфатического узла может занимать от 15 до 35 минут. У нас, как у патологов, есть свои рекомендации по тому, как правильно нам нужно диссектировать сигнальный лимфатический узел, чтобы правильно и досконально его исследовать. Естественно, нам необходимо его выделить из жировой клетчатки, как я уже ранее упоминала. И есть такое правило, что для лимфоузлов размером больше 4 миллиметров нам рекомендуют рассечь его перпендикулярно длиннику с шагом в 2 миллиметра и помещать эти срезы на стекло не менее трех срезов на одно. Исследовать не менее трех срезов. Или для лимфоузлов менее 4 миллиметров рассечь его на две половинки по длиннику через ворота. Эти рекомендации основаны на том, чтобы оценить наибольший объем лимфатического узла и исследовать все зоны, в которых чаще всего метастатическое поражение наблюдается. То есть в воротах лимфоузла и в подкапсульной зоне. И заключение, которое дает врач-патоморфолог по результату исследования сигнального лимфатического узла, должно включать, естественно, количество исследованных лимфоузлов, количество лимфоузлов с метастазами рака молочной железы, а также наибольший размер метастаза и наличие или отсутствие выхода метастатических метастазов за пределы капсулы лимфатического узла. Конечно, у этого метода есть неоспоримые преимущества, а также ограничения и недостатки. Сейчас мы поговорим о тех и о других. Ну, преимущества очевидны. Они позволяют принять решение о деэскалации или же о проведении лимфодисекции во время операции, во время того, как пациент находится на хирургическом столе под наркозом. И для этого не нужно дополнительно проводить оперативных вмешательств. И можно оценить несколько лимфатических узлов. А недостатками ограничений является увеличение времени операции. То есть если мы исследуем несколько лимфатических узлов, время операции может затянуться на этом этапе до 45 минут. При малом размере лимфоузла или метастаза для планового исследования у нас может не остаться материала, он может весь остаться на стекле frozen section. Ну и, конечно, у этого метода есть ограничения. Он грешит как ложно-позитивными, так и ложно-негативными результатами. И в целом чувствительность метода достигает от 58 до 72 процентов в зависимости от нескольких факторов, о которых мы тоже сейчас поговорим. Факторы, которые влияют на результат их, несколько. Это, во-первых, количество забранных лимфатических узлов. Здесь этот фактор влияет больше на время исследования. Соответственно, чем больше лимфатических узлов нам нужно оценить, тем дольше лаборант будет производить микротомию и тем дольше врач будет отвечать. Также нам могут помешать диагностики артефакта заморозки и микротомии, которых не всегда возможно избежать, к сожалению. Малый размер метастаза и метастазы только карсиномы представляют сложность для диагностики. Что касается артефактов, естественно, мы понимаем, что это процедура, которая происходит быстро. Это быстрая заморозка ткани и в течение этой быстрой заморозки могут возникать такие артефакты, как кристаллизация жидкости, которая затрудняет нам затем исследование лимфатического узла и постановку диагноза. И также морфология клеток на frozen section, на плановом исследовании может отличаться между собой незначительно, но тем не менее. И артефакты микротомии в связи с, возможно, неоднородностью структуры лимфоузла, когда он может быть заполнен жиром. Соответственно, это тоже затрудняет нам диагностику. Малый размер метастаза тоже может быть усложняющим фактором для врача-патолога-анатома. Исследования, которые проведены были в 2010 году, показывают, что чувствительность метода пиопсии сигнального лимфоузла для макрометастаза, то есть для метастаза размером более 2 мм, достигает 90%. При микрометастазах, то есть от 0,2 до 2 мм, эта чувствительность снижается в 3 раза и достигает 31%. И для изолированных опухолевых клеток, то есть метастаза менее 0,2 мм, чувствительность очень сильно падает и не достигает даже 5%. Метастазы дольковой карциномы молочной железы. Из-за биологии этой опухоли и отсутствия у нее белков клеточной ангезии, характер роста этой опухоли обычно диффузный, рассыпной. Клетки не образуют чаще всего каких-то солидных структур и они чаще всего мельче, чем клетки, допустим, неспецифицированного рака молочной железы. В связи с этим метастазы дольковой карциномы могут быть спутаны с гистиацетозом синуса лимфатического узла. Было проведено также много исследований, которые рассказывают нам о том, необходимо ли исследование сигнальных лимфатических узлов для всех пациентов с раком молочной железы. Было показано, что большую роль здесь играет это исследование именно для пациентов с ранним раком молочной железы, но даже и не для всех пациентов с ранним раком молочной железы он должен быть применен. И стоит напомнить о том, что из-за не такой высокой чувствительности метода и о том, что может быть малый размер метастаза. Из-за всех этих факторов все-таки рекомендуется исследование сигнального лимфатического узла на плановом исследовании. Так мы сможем оценить больший объем срезов и с большей точностью. Поэтому этот метод показан не всем пациентам. Но я думаю, что об этом больше расскажут хирурги на следующих докладах. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok